Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем немножечко, я так получила такие ответы от вас, что вам понравилось. Вот это моя демонстрация флайеров. На самом деле я вам обещаю, что мучить вас не собираюсь тем, что мы будем теперь постоянно рассматривать флайеры. Но так как у нас сейчас идут перед крисмовские распродажи, мы получили какой-то ряд флайеров на прошлой неделе. Ну то есть они на прошлой неделе, но не на эту неделю. То есть все свежие, цены абсолютно адекватные, имеется ввиду свежие, не с прошлого года, не с прошлых месяцев, а все, так сказать, самое горячее. И я решила с вами поделиться, у меня здесь есть несколько журналов, мы рассмотрим сегодня. Первый это будет Kitchen Stuff Plus, второй это будет большой магазин универмаг Hatsun Bay. Дальше будет у меня Carters Oshkosh, это вам наверняка многим на слуху вы слышали. Потом мы немножечко рассмотрим Canadian Tire журнальчик. И Marks я вам расскажу про то, что это за магазин. А также у нас здесь будет журнальчик той за раз. Скорее всего я разделю это видео, для того, чтобы вы могли как-то не устали слушать. Либо возможно, скорее всего я просто внизу в описании к видео напишу на какой минуте, какой журнал мы начинаем рассматривать, чтобы тот, кто хочет посмотреть что-то конкретное, мог перейти сразу на интересующую его минуту. Итак, поехали. С Kitchen Stuff Plus это журнал, который мы не получаем регулярно. Он приходит достаточно так редко, в основном перед какими-то праздниками. Ну и тому есть такое объяснение небольшое. Вообще Kitchen Stuff Plus это магазин-сеть, но в основном сеть, я так понимаю, расположена по Антарио. Очень популярный магазин в Торонто. И здесь речь идет о том, что можно купить все для декораций до дома. Какая-то мебель, все, что связано с кухней, кухонная утварь, разнообразные украшения, красивые наборы посуды, ложки, вилки, все приборы. То есть это все можно купить здесь. И уже перед Крисмосом, естественно, они одни из ведущих сетей в этой области. То есть все, что касается к празднику, накрыть красиво стол, вы можете прийти в этот магазин и купить все, что вашей душе понравится. Уже можно на обложке увидеть всякие красивые игрушечки для елки. И я думаю, что в данном случае вот здесь сверху это игрушечки, но внизу, скорее всего, это брошечки. Люди очень любят здесь брошки цеплять разнообразные на праздник. И вот посмотрите, уже какая красота у нас начинается с первых страниц. Значит, я не знаю, насколько хорошо здесь будет видно цены. Я постараюсь приблизить немножечко, чтобы, может быть, вы могли рассмотреть немножечко получше. Вот, но уже видно, здесь разные фартуки, да, хваталочки, блюда красивые. Вот тут, в принципе, 15 долларов, да, здесь 23 доллара, такие красивые подставочки, крючочки, на которые вы вешаете вот эти вот носки, ботинки для Санта-Клауса, да, для подарочков. Здесь даже какие-то есть полотенечки за 10 долларов, здесь набор за 8 долларов. Вот такое вот, все домашнее, кухонное. Здесь у нас идет все, что связано с выпечкой. Такие красивые лопаточки кондитерские, маленькие, для печенюшечек, видимо, выпекать. Вот здесь вот формочки для выпечки, тоже все такие красивенькие формы. Так, это у нас Choice of Four Sands. А, это духи какие-то, видимо, Christmas, show, ready, if you make your home smell like the holiday. А, это, видимо, да, духи, которые освежают воздух. То есть масла, видите, можно палочки вставлять сюда, и оно будет пахнуть. Сейчас вот вы покупаете один, второй 50% скидка. Так что прикольно получается. Вот здесь какие-то красивые такие подсвечники. Но свеча стоит внутри, видите, это классно. И уже, естественно, вот эти вот наборы красивые, разрисованные с орнаментами популярными, Christmas, чайные наборы. Классно, обожаю это. То есть вот такой, что здесь это сэйв 50%, 10 долларов сейчас. Семь у них есть паттернов разных. Четыре мага, Christmas, four pieces, Christmas, decalport, porcelain mug, or side plate set. А, то есть отдельно продаются тарелочки, отдельно чашечки. Четыре штучки, сейчас 10 долларов вместо 20. Так, посмотрим дальше. А дальше такое немножечко кухонное они здесь вставили, да, наборка Стрюль. Вот. Энкельс 200 долларов. И сейчас это 60% скидка. То есть это уже после скидки цена 200 долларов. Потом такие красивые наборчики. Ага, вот такая доска. Вы на ней режете, а в ней внутри уже стоит, то есть она одевается на блюдо или на какой-то противень. Вы режете и сразу на противень срезаете. Или можете, например, как мусор сразу срезать и выбрасывать. 14 долларов сейчас стоит 15. То есть это после 40% скидки. Дальше есть такая мандолина, да, слайсы, которые вам режут. 20 долларов сейчас вместо 40. Ну, как бы хорошие вещи стоят дорого. Вот набор ножей всех видов и ножниц кухонные. 200 долларов. Это сейчас 60% скидка. А вот здесь немножечко техники. То есть чайник за 40 долларов. После 43% скидки. Остер это такая достаточно популярная национальная фирма. Здесь в основном покупают Остер. Она считается более-менее надежной. Вот вафельница за 18 долларов. Кофемейкер за 50 долларов. И вот разные, в общем, прибамбасы здесь есть. Цены не сильно кусаются. То есть с расчетом того, что вы хотите купить хороший продукт, чтобы он вам служил какой-то период времени, то это может быть очень даже интересное предложение. Вот. Тарелочки всякие красивые. Очень красивые. Вот это как просто для подачи, да, вам сразу идут идеи. То есть сразу набор посудный предлагают вам. Здесь наборы по 40 долларов, по 20 долларов. И также вот в чем вы подаете, да. Вот сразу вот такая с подогревом. Куизинарт. Стенд. Стенд сразу для блюда с подогревом. Внизу свечечки стоят. А это такой процеляновый, да, сервинг-диш сет с подставкой. То есть сразу у вас макалочка какая-то посредине, и к ней сразу тут овощи выкладываются. Потом набор разный для вина. Здесь всякие красивые наборчики стоят. В общем, конечно, все красиво. Все хочется приобрести сразу. Очень красиво все для вина. Такой графин. Графин для виски. Открывашка для вина. Такие всякие красивые вещи. Для cheese and wine. Такой вот подносик красивый. И вот здесь уже чисто все написано. Your choice for 10 bucks. Все, что вы можете купить у них за 10 долларов. Сразу вот такие они вам дают предложения. Всякие маленькие блюда, всякие слайсеры. Там наборы для перца, соли. Банки для хранения круп. И всякого такого. Вильтон для выпечки. Вот три подноса. Свечки. Ну, в общем, классно. Вот эти вот для салатов или для какой-либо работы. Миски железные. Deep mix. Миски. 6 pieces. Это значит, что они еще идут с крышками. Вот эти вот. На каждую идет крышка за 10 долларов. Это очень хорошая цена. Так что вот это у нас был магазин Kitchen Stuff Plus. Так, ну а теперь немножечко гламура. Hatsons Bay. Это такой магазин универмаг. Это не какая-то фирма, которая выпускает свою продукцию. Это как универмаг. Например, как... Как он называется? Винерс, например. Да, но там в Винерс продаются разные остатки разных популярных фирм. Можно прийти там и купить. Здесь это не остатки. Здесь это просто магазин, который продают разные фирмы. Популярные фирмы. Это для, как я говорю, немножко гламура. Вот. Ну, считается, что качественные товары, потому что как бы разные популярные фирмы. И также в преддверии праздника, естественно, они тоже делают скидки. Но знаете, здесь скидки такие. Это изначально дорогие цены, поэтому скидки, которые вы здесь видите, они все равно даже после скидки дорогие цены. Я вот немножечко ближе вам придвину. И вообще говорят, что самое интересное обычно на первой странице и на последней странице. Ну, вот на последней странице здесь просто сковородки, которые причем будут только лишь один день, 14 ноября. Будет скидка 75%. Эти сковородки будут стоить по 50 долларов. Две сковороды. Вот. И также у них будет в 15 ноября скидки. Так. New Purpure Simfit Freeway. Ёлки за 200 долларов вместо 300. И будет к этому также 50% скидки на другие крисмасские деревья. Например, если вы купили вот ёлку, то вам это подает 50% скидки на покупку другой, любой другой в ёлке. Вот. Ну, не важно. Давайте посмотрим, что у нас здесь продается. На первой странице, видимо, самое горячее. Вот они пишут Holidays are here. Да? То есть начинаем покупать. Ну, и все, что ассоциируется с зимой, видимо, вот начинаются. Тостерница, чайник, чтобы пить горячий чай, да? В общем, для готовки, ножи и так дальше. Цены, я надеюсь, здесь видно достаточно хорошо. Вот набор посуды вместо 670 долларов. А, это даже сейв 670 долларов. Вот. 999 долларов. Это обычная цена. 1000 долларов. Сейчас вы экономите 670, покупаете за 330 долларов. То есть, видите, то есть, в принципе, изначально это очень дорого, да? То есть, это для тех, кто может себе позволить купить дорогие вещи. Он, конечно, с удовольствием пойдет и за 65% скидки купит себе за 400, там, за 330 долларов, плюс налоги. Скажем, 350 долларов набор посуды. То же самое касается ножей, которые сейчас вместо 700 долларов за 369 и так далее. Так, потом здесь, ну, здесь, знаете, такая сборная солянка. Здесь и нижнее белье, и верхняя одежда, и для мужчин, для женщин, для детей. Также домашние отделы есть. То есть, такой универмаг. Так, здесь халатики, вот, 30% скидка и того получается. Так, что у них здесь написано? Лорнен Тейлор Пласс Робо, значит, так, 59 долларов. Сэлл сейчас вместо 59, 41. Ага, значит, вот этот коротенький халатик стоит сейчас 41 доллар вместо 59. А если хотите длинный халатик, наоборот. Короткий халатик стоит 26 сейчас за 18, а длинный за 60 сейчас за 41. Вот пижамка такая. Ну, видите, здесь такое все более женское. То есть, не молодежное. Здесь такое все более женское, более представительное, более такое элитное. Такая пижама, например, которой я, например, спать бы не буду. Мало того, что здесь какие-то не страшные штаны с кофтой. То есть, настоящая пижама, в прямом смысле этого слова. На пуговицах вообще. Ненавижу на пуговицах. Она еще какого-то расцветки, значит, ну, вот вы видите, это гепарда. Вот. Но фирма эта хорошая. Это фирма Баффало. Дэвид Биттен есть у них также. Жасмин Рос. Разные фирмы есть. Вот 60 долларов сейчас. Стоит 60 сейчас за 30 долларов. Да, 50% скидки. То есть, ну, за 30 долларов я... Дело не в цене. Дело даже вот в такого плана я не люблю. Я люблю что-то более такое прикольное. Кстати, в той же фирме Баффало есть очень прикольные вещи. Я с ней знакома. Не понаслышке. Также сейчас есть нижнее белье у них по скидке. С этой стороны у них здесь, видите, все в кучу смешано. То есть, они здесь и ставят посудомоечную машину, и платья, и свитера, и какое-то украшение, и тут же посудный набор, и часы. То есть, абсолютно все на одной странице. Но они говорят, что this weekend, ноябрь 13-е, то ноябрь 15-е, вот это то, что, видимо, у них идет по скидке. В другие дни это не будет работать. Поэтому они вот здесь все это собрали. Вот так, смотрим дальше. Дальше у нас продолжается. Тоже курточки, платья, все, что сейчас актуально. Обувь демисезонная и уже зимняя. Но это более демисезонная такая, когда еще холода не начались такие ледяные. Сумочки, перчаточки. Это еще не совсем зимний став, будем говорить так. И тут же уже такие более-менее первичные теплые вещи у нас, да. То есть, какие-то свитера, туники, джинсы. Всякие такие вещи уже утеплятся, утеплятся к зиме. А вот какие-то кофточки, скажем, вот. Карен Скотт Тис за 15 долларов. Ну и тут как бы в наборе они сразу перечисляют несколько цен. Что такого плана еще у них есть. Вот. Обязательно косметические наборы. Потому что, как мы уже и обсуждали в предыдущем видео, когда мы смотрели про Walmart, рассматривали. То есть, сейчас начинаются распродажи наборов. Потому что наборы очень популярно дарить на Christmas. И вот у них есть Биотерн наборы. Это сейчас очень здесь популярно в Канаде. Вот. Мужской. Видите, все такое элитное, элегантное. Вот. Не для... Не для... Такой... Не спортивный такой. Не спорт элегант абсолютно. А именно элегант. 30% скидки на костюмы сейчас. Вот. Деки Н. Вай. Майкл Корс. То есть, все такие фирмы здесь. И рубашки те же самые. Тех же фирм. Тоже сейчас большие скидки. Также здесь есть даже вставка. То есть, внутри самого флайера есть еще флайер. Вставка Hatsons by Holiday Are Here. То есть, здесь идет более, как они рекламируют. Дамские сумочки и украшения отдельные. Которые, видимо, более дорогие. И они уже вот предоставляют так, как будто вы идете вечером. Допустим, уже в Christmas Eve. И вы идете, например, в гости. Они вам дают здесь примерно, что вы можете одеть. И какие украшения. И вот пишут, за сколько они вам готовы сейчас это продать. По какой цене. А точнее, по какой скидке вы это получите. Ну и мужчины в красивых, в общем, костюмах, свитерах. Все так сексуально. Такой небритый мужичок. В общем, все красиво. Вот здесь тот же небритый мужичок. Но уже в нижнем белье. Это мужичок после того, как мы пришли из Christmas Eve. Отпраздновали. Вот он оделся, сразу облучился. В такой спальный наряд. Боксерки. И такие вот Joy Boxer штаники. Такие ночные. Очень все как прям расписано. Видите? Тут же он еще в таких свитерках. Тот же. Все один и тот же. А нет, здесь есть еще один. Тоже симпатичный. Этот уже побритый. Этот небритый. Этот побритый. Тоже вот вы можете наблюдать цены. 30 долларов, 40 долларов, 45 долларов. Рубашечки. Это все уже. Вот 2 на 80, например, можно купить таких свитерочков. А здесь сразу для тех, кто на Christmas собрался ехать в путешествии. Сразу видите, лагич вам предлагают за 65% скидки. Вот разные тоже компании. И бэбики. Ну куда же без бэбиков? Вот. Baby Days. Всякие куртешечки симпатичные. Jessica Simpson. Material Girl. Calvin Klein. Device. Dex. Ну в общем классные всякие фирмы, конечно. Скидки неплохие. 25-35%. Вот. Ну я уже говорила. Я не понимаю, когда нужно детям покупать такие дорогие вещи. Они их оденут один раз. А может даже один раз не успеют одеть. Поэтому я считаю, что может быть какой-то один красивый набор на выход. Куда-то в гости или что-то. Допустим на каждый сезон ребеночку можно красивый, дорогой купить. Но когда это как бы повседневно в садик для всяких там пятен, засираний. Одевать такую дорогую одежду. А здесь люди именно так и покупают очень многие. Ну возможно, когда есть очень много денег, то ты не думаешь о каких-то более практичных вещах. Вот здесь всякие кофеварочки красивые. Красивых разных компаний. И выглядит очень аппетитно кофе. Прям хочется его сразу выпить. А вот всякие какие-то конфетки. Красивые елочки. Так мне нравится, как здесь красиво украшают. Они все это так красиво фотографируют. Для Нового года. Ну, для Крисмаса, для меня для Нового года. Вот сейчас 40% скидка Christmas Tree. Но это, вы понимаете, пластиковые деревья. Как-то такого плана, как я купила в прошлом году. Вот, у них еще есть View Our Holidays Homebook. Видите? At thebay.com homebook. Вот у них есть также здесь сайт. Можете зайти, посмотреть онлайн их какой-то homebook. Видимо, который к Новому году. Как они там какие-то предложения, декора, как они это делают. Так, сайт thebay.com slash homebook. Кто хочет зайти. Вот, потом какие-то даже отрывки мебели. Какие-то фрагменты, да, диваны, какие-то подушки. Все это, конечно, по сумасшедшим ценам. То есть, там было 3000, а сейчас за 1500 вы покупаете. То есть, какую-то там подставку для ног. То есть, ну, вы понимаете. Это не для меня, во всяком случае. И здесь уже последние страницы. Как всегда, обычно в таких журналах идет постельное белье, наборы, матрасы. Накрытие, покрытие для матрасов, для защиты. В общем, подушечки, полотенечки. Вот всякое такое. Я очень надеюсь, что цены вам видны. Более-менее примерно вы можете прикинуть, какие цены, какие скидочки. Вот. Поэтому многие люди, как я говорила, для таких более крупных вещей, кто хочет какие-то качественные, супер-дупер вещи, в течение года вы просто отслеживаете цены. В конце года вы ждете вот этих флайеров, чтобы увидеть, какие цены вам предлагают. И вы можете уже для себя сделать выбор, стоит ли вам действительно это купить. Как правило, да. Скидки хорошие, стоит ждать этих крейсмовских распродаж. Видите, в том же магазине можно купить и сушильные машины, и стиральные машины, наборы. Вот, например, Whirlpool. Это неплохая фирма считается. Major Appliance by Samsung, KitchenAid, Whirlpool and Maytag. Вот продаются сейчас у них. В Hudson Bay up to 20% скидка. Вот, видите, сейв 50% на Samsung Platinum Front Load Laundry Pair. Вот, это, я так понимаю, что сверху то, что у нас нарисовано, сейчас за 1899. Это только лишь Laundry, стиральная машина. Стоит 1899, вместо 2 – 399. Вот, так. А вот внизу у нас Maytag за 1499 сейчас скидка 200 долларов. То есть, это цена после скидки. До скидки было 1700. Вот, так что сзади мы, то, что было задней страницей, мы рассмотрели в самом начале. И это был у нас с вами Hudson Day. Вот такой магазин, универмаг. Следующая немножко хотела бы оторваться все-таки от декора, от Крисмаса. И немножечко окунуть вас в одежду, но ненадолго я хотела бы вам рассказать про магазин Маркс. Маркс – это такая сеть магазинов, которая предлагает тоже распродажу абсолютно разных, как спортивных товаров. То есть, имеется в виду для спорта. Также товаров для хайкина, да, для тех, кто ходит в походы, для тех, кто ходит на кемпинг делает. И также для специализированной одежды. То есть, если, например, вы работаете на строительстве на каком-то, или если вы работаете на открытом воздухе, в принципе, просто. Вам нужна определенная экипировка. Также, например, медсестры, медбратья. Вы можете купить там форму. Вы форму, кстати, можете эту также в Волмарте присмотреть для всего, что я выше перечислила. Но в Марксе вы тоже можете посмотреть там другие свои фирмы. Дальше здесь продаются, ну, такие популярные достаточно фирмы. Ну, например, я не знаю, ну, Колумбия вы можете здесь купить. И всякие разные другие фирмы. Значит, здесь продается верхняя одежда для зимы. И также, когда это весна, или переходной период, вы можете купить здесь ветровки, хорошие курточки. Здесь всегда есть скидка. Очень часто они присылают журналы и дают 10% скидки. Или 10%, или 10 долларов. Я сейчас не помню. Вы всегда можете зайти в интернет и посмотреть также их купоны, которые они предлагают. Вот. В данном случае в этом магазине я покупала Костя шапку на день рождения. В общем, и всегда у них есть скидки круглый год. То есть, они не выпускают журнал в преддверии какого-то праздника. То есть, у них всегда можно купить по неплохой цене. Особенно, если вы ищете что-то такое рабочее. И о чем я сейчас говорю, вы сейчас поймете. Ну, вот, например, мужчина ходит на работу, даже если он не работает на строительстве, а на каком-нибудь предприятии, или даже просто на фирме. И просто носит рубашечки какие-то. Вот здесь вы можете купить теплые рубашечки, легкие рубашечки, футболочки полу, обычные футболочки под низ, маечки, брюки, как на резинке, так и на ремне. То есть, абсолютно все. И цены нормальные. Цены нормальные. Windriver – это фирма, которую в основном они продают. Вот этот Маркс. Но, вот, местные очень любят этот магазин. Местные канадцы, я имею в виду. Вот вы также можете видеть здесь такие всякие спортивные вещи. То есть, курточки, ботинки такие. То есть, и на каждый день, и на спорт. Джинсы для мужчин особенно. Вот для работы, то, что называется рабочий класс. Это очень супер магазин. Здесь же мы покупаем нижнее белье. Здесь шикарное. Вот, кто ищет, кто любит хайкин. То они знают, что им нужны теплые, хорошие носки. Вот в этом магазине супер носки. Они, конечно, не дешевые. Но хорошие носки, они не бывают дешевые. Тут есть шерстяные. Там, в общем, всякие, всех видов возможных. Очень и женские, и мужские. Классные. Я себе вот купила. Вот как-то вам покажу. Также здесь вот есть спальные наборы, халаты, нижнее белье. Ну, и, как я сказала, носки, шапки. Очень классные. Вот эта вот фирма T-Max Heat. Они очень неплохие, вот выпускают, вот у них даже здесь реклама, носочки. Вот они очень теплые. Даже вам не могу передать. То есть на зиму то, что нужно. Особенно, если вы много находитесь на улице, вам нужны очень хорошие носки. Вот здесь немножечко женщины пошли. Вот, например, курточка Коламбия, да, такая ветровочка на сейчас. Пижамка, пожалуйста. То есть все немножко так оторвано, но здесь всего по чуть-чуть. Но здесь именно речь идет об одежде. О теплой, хорошей одежде. И о профессиональной одежде для работников. Вот, например, даже о чем я говорила. Вот это вот для работников страница. Вот это медсестры, видите, костюм для медсестер. Брюки, рубашки, абсолютно разные расцветки штанов, брюк, рубашек. Вот сейл сейчас от 22 до 29 долларов. Когда обычная цена, ну, скажем, в среднем на 10 долларов дороже. И вот сейчас у них 25% скидки. Но это вот все виды носочков у них разные есть. Обувь зимняя хорошая, удобная. То же самое для мужчин. Здесь можно и каску у них приобрести, и курточки, и специальные. Если кто-то работает с чем-то тяжелым, металлическим, режущим. Все виды перчаток у них можно приобрести. Всякие вот эти безрукавочки теплые. Кто, опять-таки, на свежем воздухе работает. И кто как бы быстро потеет. Но обычно люди, кто физически работает на свежем воздухе, им даже зимой холодно не бывает. Вот для них удобные безрукавки такие есть. С карманами. Все продумано. То есть, это вот такого плана магазин. Опять-таки, все строительный вариант. Здесь есть и ботинки. Есть также ботинки с наконечниками. С железными вставками на носке впереди. Для тех, кто на предприятиях работает, на строительстве. Всякие резиновые, вот эти вот, да, не проводящие ток ботиночки. Всякие, вот здесь тоже представлена обувь. И также робо, да, видите. Видите, здесь такой комбинезон рабочий. И каски, и, опять-таки, перчатки, рубашки. То есть, все продумано. Все очень удобно. То есть, ребята, вот те, кто ищет такие магазины такого плана, я очень рекомендую. Я недавно его для себя раскрыла. И я была достаточно удивлена, что... Могу вам сразу сказать, это не дешевый магазин, но это и не самый дорогой магазин. Вы можете получить здесь скидки. Также многие люди здесь рабочие получают, если им нужна какая-то специализированная одежда, они от работодателя получают либо возврат денег при доставлении чека из магазина, либо изначально выделяется какой-то бюджет, например, 200 долларов, там, я не знаю, раз в полгода или там раз в год на одежду. Вы можете отовариваться также вот в этих магазинах. Это был Маркс. Теперь давайте рассмотрим с вами Ошкош или Картерс. То есть, в принципе, это один и тот же магазин. Это, в принципе, один и тот же бренд. Просто Картерс это как для babies. А Ошкош это для, ну, как сказать, для деток постарше. В Картерс, по-моему, там у них просто до 5 лет. Если я не ошибаюсь, Картерс до 5 лет. Или до 3 лет. Или до 4. Короче, у них там не на все возраста. По-моему, только лишь вообще тоддлерс, может, даже до 2 лет. А Ошкош уже для деток постарше, там, по-моему, до 14 лет у них. Вот. На данный момент этот флайер пришел с тем, что на пижамке у них сейчас, так как уже пижамный сезон, да, теплый начинается, 30% скидки на все пиджи-шоп. Вот у них называется. Давайте посмотрим, что у нас здесь предлагает. И сразу первая картинка, и сразу бейбики. Ну, как же можно вот вообще безсердечно смотреть на вот эти фотографии. Вот такой вот сразу есть костюмчик у нас. Сразу написано, что здесь 3-piece set, 15 долларов. То есть здесь кофточка на замочке такая с капюшончиком, с ушечками такими. Вот, штаники, и внизу, наверное, идет такой комбидрезик. 15 долларов, вот, от ньюборн до 24 месяцев. Размер сразу написан. И написано, что обычная его цена от 18 до 20 долларов, видимо, в зависимости от размера. А сейчас за 15 долларов. Очень красиво. Вот, и такие дальше, вот эти вот оверолы такие, с ножками. Совсем. Такие колесенькие, такие они баечные такие. One-piece sleepers. От ньюборн до 4 лет. Вот это от ньюборн до 4 лет, вот размеры вот этих штук есть. Обычная цена от 10 до 12 долларов. А сейчас за 8. Но я могу сказать, что я в Коско купила Габи такого плана. Да не такого плана, вот такая, как вот эта красная в горошину. Только я купила ей фиолетовую в горошину. И здесь нарисовано, вот я вам приближу. Здесь олень. Вот, здесь олень нарисованный. А у меня слон. Там, где олень у нее нарисован. У меня здесь нарисован слон. Вот тоже, в принципе, в Коско я взяла такую за 8 долларов. За 7, 75, что-то такое. Ну, там плюс налоги, да. Так оно и получается то на то и выходит. Так, назад. Расширить, чтобы было видно. Что я тут показываю. Дальше. Marian Bride Day and Night. И вот есть такие авиарольчики, тоже тепленькие. И штанники, да. То есть, это отдельно, но вы можете как бы сложить сами себе такой вот набор. По 12 долларов. Вот такие вот комбидрессики. И штаники отдельно. Вот есть такие красивые с рюшечками, байковые. А есть просто такие, ну да, тоже как без рюшечек, просто такие спортивные. По 8 долларов. И в упаковке идет 2 Pack Pants. То есть, в упаковке 2 штуки. Тоже есть размеры от Newborn до 24 месяцев. Было за 12 долларов, сейчас за 8 долларов. А вот эти штучки. Multi Pack Body Shirt. Малти, это, наверное, здесь есть 4. 4 в наборе. За 4 штуки 12 долларов. Это классная цена. С учетом того, что это Carters, это классно. Так. Дальше смотрим. Так. Здесь такие тепленькие кофточки у нас за 5 долларов. Graphic Tees and Body Sweets. Так. Классно, да. Так. Boys and Girls Graphic Tees. От Newborn до 8 лет. Пожалуйста. Стоило от 7 до 8 долларов. Сейчас 5 долларов. Но это вообще классно. Такие кофточки, вот они. Тепленькие. Сейчас как раз на этот период, особенно вот когда ребенок, да, в садик, например, ходит. Там где пятна садятся просто бесконечно. Вот за 5 долларов купил, допустим, там 5 штук на каждый день. Вот. И уже есть. Классно. И такие колютенькие здесь сидят. Swetures. 12-14 долларов. Для девочка и мальчика. Очень классные. 14, обычно они подороже, те, которые с замком. Вот. И тоже опять такого плана. Кофточки. Тоже за 5. Graphic Tees. То же самое. Только для более постарше деток. Те были для бэйбиков, а эти постарше. На рисунке. Потому что написано было, что они до 8 лет. И джинсы. Вот это сейчас классно. Bigish Blue Jeans. 8 долларов. От 3 месяцев до 12 лет. Стоили от 12 до 14 долларов. Сейчас 8 долларов. Джинсы. Пожалуйста. Тоже. Сейчас такая пора наступает. В принципе, зимой детки как ходят. Это мы приехали, мы не знали. Так мы думали, что дети ходят внизу, там колготки, штаны. И сверху snow pants. Одевают. Ничего подобного. Вниз вы одеваете ребенка так же, как вы его одеваете летом. Да? То есть, ну скажем, в теплое время. То есть просто, скажем, спортивные штаны или джинсы. Или whatever you want. А сверху snow pants. И snow pants не пропускают ни холод, ни мокроту. Ничего. Все. Ребенок в ботинках теплых. На ботинке эта резинка за snow pants натягивается. Поэтому они никуда не двигаются. Они, ну, желательно покупать snow pants, которые идут как бы, как комбинезончик. Которые сверху немножечко вверх идут. Такие подтяжечки как будто бы. Они не слазят. Снег никуда не попадает. Куртки обычно тоже застегиваются очень крепко. У них есть внизу внутренняя застежка. И сверху замок. То есть, снегу некуда пройти. Холоду тоже. Дети внутри сухие остаются. Конечно, мы с собой даем какую-то переодежку на зиму всегда. На то, что называется, на все случаи, чтобы был ребенок мог переодеться. Если носочки намочились или штаники как-то намочились. Но по большому счету дети вот так вот одеваются как будто обычно. Сверху у них идет snow pants и теплая куртка. Поэтому им не нужно там 10 слоев на себя. Одевать это та ошибка, о которой многие думают. Которые только приехали. Они начинают детей одевать как луковицу или капусту. Я не знаю, в 100 этих одежек. Нет, вы одеваете его обычно так же, как в обычную теплую пору. Только сверху у вас. Так что вот сейчас эта пора. Очень хорошая, подходящая для того, чтобы присмотреть джинсики, кофточки. Многие эту пору используют где-то в конце августа, перед учебным годом. Покупают, потому что в принципе уже тоже и джинсы можно купить от 5 до 10 долларов. Штаники такие флизовые можно купить внутри с флизом, которые тоже в районе 5 долларов. Но проблема вот есть в том, что часто люди покупают, особенно у кого мальчики. Вот у меня и до... Я ему покупала в прошлом году, в конце августа, как порядочная мама. Пошла перед началом учебного года, купила ему брюки. Купили ему 2 пары брюк и 2 пары спортивных штанов. В конце сентября это все ему было уже по щеколотку. Вот вы просто знали. Мальчики растут не только лишь в конце лета, они даже выдают еще сентябрь. В этом году я уже в принципе была поумнее, я пошла в октябре покупать ему. И более-менее, но я уже даже вижу, что вот он даже вырос. Сентябрь, октябрь он вырос. То есть они нормальные, но я сделала умно, что я купила в октябре. В следующем году я думаю, что я сделаю еще умнее. Я просто дождусь этого периода ноября. И пойду куплю ему, допустим, вот такие прекрасные кофточки, которые стоили, скажем, 10 долларов за 5 долларов, понимаете. И джинсы, которые стоили 15 долларов за 8. Так это есть разница. Когда вы покупаете, обычно деткам мы как покупаем? Мы не покупаем одну пару. Потому что, ну что такое одна пара? Ты покупаешь, если ты меняешь, потому что дети растут. Я ему не могу купить одну пару. Тем более мальчик, он один день одел, все. Он там на коленях покатался в школе. Он любит у нас на коленях есть. Во-первых, дырки бесконечные на коленях. Во-вторых, это один день погулять. Они каждый день гуляют на улице, на перемене. Проехал там на траве, там он в футбол поиграл, все. На второй день он эти штаны одеть уже не может. То есть это в стирку идет. Естественно, стирку я не делаю каждый день. То есть мне нужно хотя бы, как минимум, 3-4 пары, чтобы были у него всегда в обиходе. Плюс там, да, на переодежку и так дальше. То есть вы идете в магазин, так вы берете уже себе 3-4 пары. Вот, если хорошая цена, есть выбор цветов разных или то, что вы хотите, можно взять и больше. Вот у мальчика штаны точно не пропадут. В принципе, как и у девочки. В принципе, как и у девочки. Вот, так что он очень коротенький был в журнале. Ой, какие колетенькие, ну вы посмотрите на эту прелесть. Какие бубики сладкие. Вот такие сладкие, маленькие. Вот, 30% little collection, newborn 24 месяца, cozy look to love. Вот хорошенькие всякие штучки. Вот видите, да, то есть 30% на все такое зимнее. На свитерочки, платьечко, такие всякие рубашечки на бэбиков. 30% скидка. Так что это был Ош-Кош. Значит, приступим к следующему. Оторвемся от одежды и вернемся немножко к Крисмасу. Так, верну вас назад. Так, Крисмас. Значит, это значок вы уже видите. Кто живет в Канаде, знает Canadian Tire. У них обычно тоже приходит флайер газета. Ну, там все есть, всего понемножку. Но это именно я решила отложить, чтобы показать вам декор. Декор и внутреннее, как бы, да, оформление. Это трехнедельный будет ивент. То есть, проходить все, что здесь будет сейчас показываться в этом журнале, будет проходить в течение трех недель. Обычно вы знаете, что вот эти вот флайеры, которые мы получаем, они в течение недели работают. В данном случае тут написано, что это с 13 ноября по 3 декабря. Вот. И уже по картинке можно понять, что все, кто хочет украсить свой дом, купить все, что-то для праздника, они могут прийти сюда и прикупиться. Holiday Celebration. Ну, давайте посмотрим, что они нам тут предлагают на этой неделе. Значит, на этой неделе, как вы уже знаете, в Walmart мы смотрели с вами все виды Night Lights, все вот это освещение, которое есть. Сейчас у вас есть 15% скидка, значит, на вот эти вот все гирляндочки. Есть белые, есть цветные, мигающие, стабильные, которые. Пожалуйста. В общем, все, что хотите. Крючки для подвески на крышу. Все, все крепления. Все вот это вот уже продается. Вот видите, здесь даже на картиночке показано, что как они это крепят. Фонарик. Видите, цепляется такая прищепочка такая к краю крыши. И к этой прищепочке прикреплен фонарик. То есть это уже идет на таких прищепочках. Это очень удобно. То есть вы покупаете набор прищепочками, только залезли, зацепили это на крышу. Вот по крыше, по периметру крыши цепляет. Видите, как здесь нарисовано, сфотографировано. И все. Ну, это, конечно, нужно иметь время, желание вот это все делать. Я знаю, что Костя, у меня, во-первых, нету лестницы. Во-вторых, Костя точно не полезет это все делать. И оно, конечно, прикольно, оно красиво. Мне нравится это смотреть у других. Но у меня почему-то у нас, по крайней мере, в этом году мы еще это не дозрели до того, чтобы такое делать. Что мне, да, понравилось. Это для тех как раз, это наш вариант. Это сразу, знаете, на следующей картинке для тех, кто не хочет это делать. У нас следующее для вас предложение. Значит, Sparkle and Shine. Здесь такие вот, значит, есть не фонари, а, ну, вы видите, как прожекторы такие. Они вставляются в землю, вот с двух сторон напротив дома, вот как на картинке, вот с одной стороны и с другой стороны. Вот видите, вот они. Вот. И они дают свет вот так вот, лучи на дом. И дом, видите, в такую точечку идет. Эти точечки шевелятся, и они могут стоять, не шевелиться, и они могут шевелиться. Видите, дом весь получается освещен, как будто в мелких фонариках, но на самом деле на него направлено всего два прожектора. Значит, каждый такой прожектор стоит, по-моему, 30 долларов. Я уже посмотрела. Да, 30 долларов. Это шикарная вещь, я вам хочу сказать. Это вот действительно две штуки включил, и все, и вам не надо лазить по дому. И у них вот здесь предлагаются разные варианты. Есть в такую точечку, в цветную, в голубую точечку и в белую точечку. Знаете, издалека это смотрится, как будто падает снег, если белое сделать. Потом идет, есть прожектор, который с рисунком, с рисунком снежинок. То есть вы можете пустить прожектор снежинок на дом. Потом есть такие штуки, которые, ну как бы, они как хрусталь переливаются. И есть цветные тоже такие штуки, но оно просто тоже привешивается, здесь в данном случае другое, оно привешивается по периметру крыши. Но оно светит не обычным фонариком, а оно как хрустальным идет, и из цветной, как будто хрусталь, и белый хрусталь. Это классно. Вот это классная вещь, конечно. Ну вот здесь выбор всех видов абсолютно вот этих надувных игрушек. Ой, какой класс! Как мы уже и видели, в общем-то, конечно, в Уолмарте, вот эти надувные игрушки, они очень популярны возле дома. Вы можете наблюдать, здесь стоит семья. Видите, настоящие люди. Мальчик, папа и мама. И вот на ихнем уровне можно посмотреть, какого размера эти игрушки. Это все натуральный их размер, потому что это все фотография на улице. Классные, конечно, они. Все вот популярные герои, кроме всех классических, оленя, там, медведя, Деда Мороза, там, всех вот этих видов оленей. Есть также вот все вот эти мультяшные, с Frozen, с Star Wars, все вот эти вот мультяшные Minion, все классные вот эти штучки. Ой, а вот это просто такое light show. Simply Magic они это назвали, эту страницу, это действительно так. Помимо того, что освещаются дома, помимо того, что ставятся разные вот эти игрушки надувные с подсветкой, есть еще вот эти вот LED фигуры такие сделанные. То есть это просто сплетенные как бы. У меня, кстати, есть знакомый, который этим в Монреале занимается. Они делают сами вот такие игрушки разные на улицу и с подсветкой. Он вообще занимается подсветкой, светом, освещением, все, что с этим связано. И они на зиму делают тоже вот такие проекты. Это так красиво. То есть, во-первых, деревья. Смотрите, как они освещены. Как будто вот они сами по себе горят. Не видно даже на них ни проводов, ничего. Это как-то специальные такие наклеивающиеся ленты есть с подсветкой. Это просто шикарно. Вот. И деревья. И вот можно вот купить игрушечки, да, с подсветкой. Как будто подарочки, да. Коробки с подарками. Снеговик. Как будто бы фонарь стоит. Олень. Это более такой, да, желтый, более теплый цвет. А это такой более синий-белый. Такой аж синий. Очень красиво. Очень красиво все эти подсветки. Тоже на это скидки. Это, конечно, не дешевое удовольствие. То есть, они уже предлагают, конечно, на все. Я вижу здесь 20% скидки. Но это уже тут цены такие от 100 долларов, 100 долларов, 150 долларов. Смотря что. Ну, и куда же без крисмасских елочек. Елочки. Вот, пожалуйста, тоже. Всех. Любой густоты. Но это, конечно, мы говорим с вами здесь про... Про... А мы с вами здесь говорим, знаете ли, про живые елочки. Это живые елочки. Или нет? Oxford Liberty... Лит-3. Нет, это, вы знаете, это искусственные елочки. Потому что у них же при Канаде-Антайре есть отдел живых елочек тоже. Watch Photoson TV. Да, это искусственные елочки. Это искусственные елочки. Вот. Ну, тут цены, конечно, тут они вам дают скидку 100 долларов. Но вы можете себе представить, если скидка 100 долларов, сколько елки стоят. Но, наверное, они большие. Здесь расписаны все более подробные размеры. Наверное, они пушистые. Они все идут с подсветочкой уже на... Я тоже купила в прошлом году с подсветкой за 100 долларов. Двухметровую елку. Вот. Ну, в общем, короче, тут разные есть. Есть густые, негустые. Разные оттенки зеленого. То есть, ну вот... Я считаю, что такую пластиковую покупаешь, и тебе это, ну, наверное, практически на всю жизнь. Потому что, ну, что этой елке может случиться, да? Ну, разве что она как-то может скривиться там, да? Может деформироваться немножко сама форма елки. И вам не понравится. Потому что все-таки каждый год складывать, раскладывать. Она все равно в каком-то моменте деформируется немножко. Но я думаю, что вот елку, которую я купила за 100 долларов в прошлом году, я думаю, что она нам будет десятки лет служить. Я даже в этом не сомневаюсь. Она тоже с подсветочками. Красивая елочка. Слушай, как я люблю вот это все новогоднее. Вы посмотрите, какое вот... Какое-то такое праздничное настроение сразу. Такое все так красиво оформлено. Так все красиво сделано. Даже просто вот эта надпись, да? И вот она в таком красивом оформлении. Вот эта вот ветка елки с игрушками. Это просто вообще... Вот. Что они нам тут еще предлагают? И тут как бы они вам фотографируют как будто бы декор. Как будто бы комнату, да? Кусок комнаты. Отдекорированный кусок комнаты. Но все, что вы здесь видите, это все как бы продается, да? То есть оно идет под... Вот, например, A. Вы можете почитать, что A, B. C, C. И вы можете все почитать. Что, о чем идет речь. И что конкретно под этими буквами они продают. То есть воочию увидеть, как это выглядит в дизайне. А не просто отдельная стоячая вещь. И вот здесь все тоже вот красивые всякие натюрморты. Вот. Со свечками, с разными игрушками новогодними. Все это сложено в такие натюрморты целые. Прелесть. Классно. Всякие идеи можно даже для себя взять, знаете. Даже, может, вы не собираетесь это все убежать и покупать. Но чисто в качестве идей можно очень много почерпнуть для себя. Потому что у всех у нас есть куча вот этого хлама. Каждый год что-то маленькое, оно подкупается. И каждый год у нас собирается все больше и больше. Так можно посмотреть какие-то вещи. Уже освежить себе немножко тоже что-то с декором на Новый год. Ну, здесь пошел так, как это Канадин Тайр. И они уже как бы именно все, что относится к дому. А так они уже сюда выставили и, конечно же, мебель. Там какие-то столики, стульчики и так дальше. Вот, тоже у них все под буквами и все с ценами. И, естественно, цены не дешевые. Вот, красивые лампочки. Ну, мне, если честно, из этих всех ламп еще хоть как-то вот эта приглянулась лампа. Такая у нее более-менее ножка. И вот эта как будто камня. Как будто бы из камней сделана. Вот эта оригинальна. Вся мебель остальная. Это вообще новый стиль. Это, конечно, красиво. Это очень красиво. Все наборы. Здесь тоже у них очень много в Канаде Антайр наборов разных. Можно купить недорогих. Я помню, когда мы приехали, первый наш Новый год, мы купили набор посуды там. Новогодний. Я сказала, что я хочу такую новую традицию в свой дом. Я хочу, чтобы на Новый год у меня была посуда. Я думала, что это, ну, лично такой мой подход. Потому что я еще сильно не обращала внимания на это в американских там фильмах. Но сейчас я уже знаю, что они, все у них на Крисмос, это просто целый месяц другой жизни. У них другая посуда, у них другая одежда. Они полностью вот это вот месяц праздника. Они не живут только в день праздника, а целый месяц. Они вот ходят в этой одежде, пользуются всякими предметами. Значит, все это как-то знаменует Крисмос у них. Так, оказывается, у меня такое было правильное желание. И мы пошли и купили такой набор на 4 персоны. Значит, там были большие тарелки для подачи со снеговиком, этим джинджермен. И там что-то еще. И все это в снежинках, как будто в точечках таких сделано в красно-коричневых тонах. Почему мы его купили? Не то, чтобы он не супер понравился. Там было всего на выбор 2 набора по скидке. И за 10 долларов. 10 долларов набор на 4 персоны. Там были большие тарелки. Тарелки для первого такие. Они небольшие пиалы, как будто бы как пиалы сделаны. Тарелочки поменьше. Там для перекуса, да, для салатов. И 4 чашки. Такие длинные. Все это красная звезда. Там вот красная звезда, джинджермен и снеговик, по-моему. И все это в такую точечку, как будто цветную, коричнево-красную. Как будто падает снег. В общем, прикольно. У меня, по-моему, из этого набора уже что-то разбилось, естественно. Но вот мы на Новый год его всегда выкладываем. Сейчас мы еще докупили к этому, ну не к набору, но Костя купил в Таргет, когда закрывался. Два таких красивые тарелки, две такие. Они как бы толстые, они вроде как для подачи какой-то. Так я сказала, это тоже как новогодняя крисмасская выглядит. Мы оставим это к этому набору. Вот. И поэтому, естественно, они тоже все это продают, декорируют. Очень красиво это, конечно, все. Привет, Габушенька. Ты тоже пришла сюда к нам. Так, значит, здесь наборы посуды, которые ко мне сейчас уже меньше имеют отношения. Но, естественно, куда же без лагустина. Шикарная. Лагустина – это очень хорошая компания. Такая непрофессиональная посуда. У них очень хорошие наборы. Вот это сейчас фирма The Rock. Мы даже как раз с мамой обсуждали. Они сделаны как будто из камня. Не как будто считается, что это сейчас очень модно из камня. Вся вот эта вот кухонная, не посуда, а вот эти все кастрюли и сковородки. Все эти наборы, которые из камня. Оно считается, что там оно вообще не анти, а вообще не пригорает, не сгорает. Ничего ему не делается. И как бы во всех рекламах нарисовано, что как будто оно вырезано из камня. Что здесь написано? Unique Metal Palette Impact Technology. 3X Better Not Stick Performance Than Traditional Cookware. Ну, не знаю. Сейчас 70% на это скидки. Вот. И оно продается как по отдельности. В наборе, конечно, это все очень дорого. Вот. Но это как будто бы вот из камня сделано. The Rock. Так она и называется эта фирма. И у него такая расцветка, как будто рок. Здесь можно видеть такую, как я покупала себе мясорубку, которая фигурно вырезает. Я вам хочу сказать, что я с ней рассталась. Я ее отнесла назад, я ее сдала. Мне не понравилось. Она как игрушечная. В нее ставишь очень много отходов. Очень много не используется от продукта. То есть, это вот в качестве цукини крутить, это прикольно. Но это неудобно кушать. Морковку делать, салат это абсолютно неудобно кушать. То есть, вот делать цукини, вот такие спагетти, это очень вкусно. Это красиво, это необычно. Но держать такую целую вот эту вот дуру за 20 долларов, для того, чтобы раз в году я пошла и накрутила вот эти цукини макароны, это абсолютно не мой стиль, поэтому я это вернула. Вот хочу вам сказать. Так что, кто меня смотрит часто, вы знаете, что я это брала, я вам показывала, но я уже избавилась. Ну и, как мы уже сказали, логостина. И логостина у них тоже ножи. И китчен-эйт, тоже всякие кастрюлечки для духовок. Ну и что, теперь меня уже не удивляет китчен-эйт. Китчен-эйт. Здесь у них тоже 269 долларов. Сейчас везде одна и та же цена. В принципе, по той же цене мы и купили. Хочу вам сказать, что здесь это идет только с базовыми насадками. Базовая насадка – это плоская насадка для жидкого теста. Это крюк для плотного теста. И это веничек для взбивания. Вот это идет с этими тремя насадками, только лишь миксер. Все остальные насадки, которые мы приделываем сюда, в соединение, вот в этот хаб, то, что называется, можно делать из которого макаронное, можно делать, там, крутить как мясорубку, даже есть, можно как чистить вот этими фигурными штуками, которые я за 20 долларов купила, и раскатывать тесто. Это все отдельные насадки. Каждая такая насадка стоит, как почти еще один такой миксер. Там 200 долларов, 80 долларов, есть за 250 долларов тот, который делает вот тесто на равиоле и растягивает полностью целые пласты. Это все уже за денушку, так сказать. Вот. Поэтому, вот мне, Наташа, ты писала, что ты проверила, и что насадки, с насадками это дороже. Конечно, с насадками дороже. Поэтому это только мы говорим про Basic, самый, который есть за 269 долларов. Только Basic, с тремя насадочками, вот этими внутри, которые идут, миксерными. А все, которые в хаб вставляются, там соковыжималки и все такое, что есть, там бесконечное тоже количество, что можно делать, то это уже, конечно, за отдельную плату. Ну, что здесь еще? И что, и блендеры разные, чайники и кофемейкеры. Куда же без этого? И все, и в конце еще и телевизоры. Телевизоры, компьютеры. Почему здесь, кстати, потому что мы иду, собираемся сейчас покупать телевизор ко дню рождения. Это тоже к его дню рождения, это будет, конечно, у меня отдельное. Мы ему покупаем телевизор. Вы помните, в прошлом году мы ему подарили приставку Xbox, но мы ее никуда не включали. Потому что, во-первых, мы поняли, что он маленький и не хотели, чтобы он в это присаживался и делал. Но в этом году мы уже видим, что он и подрос, он уже так ждет телевизора. Он работал на газетах, чтобы насобирать себе эти деньги. И бабушки ему с двух сторон дали денюжку. В общем, мы хотим, короче, под шумок для Идо, ну, сами, как и для себя, купить телевизор в бейсмен, сделать в бейсмене такой вот family room. Потому что, понятно, что есть зал, салон, да, там, где мы встречаемся с друзьями, там, где мы, в принципе, сидим тоже всей семьей. Но внизу, почему это будет у нас уютнее, family room? Потому что, во-первых, это внизу. Если, допустим, кто-то пришел, мы можем там сидеть, и никто никому не мешает. Например, к нему пришли гости, они там внизу себе сидят. Или там мы можем сидеть взрослые, когда придем, и детки, допустим, уже пошли спать, мы можем там спокойно сидеть. Мы хотим там поставить и ванн такой раскладной, который сможет там гостей уместить. Потом мы хотим там сидеть, просто беседовать, смотреть телевизор вечером, потому что, когда ты подключаешь Xbox приставку, это то же самое, что и Apple TV, у нас приставка есть, то есть там есть и Netflix, и YouTube, и все. Вот, и просто интернет, да. И, в общем, как бы мой план такой, это то, что я ему хочу, мы хотим сделать ему эту комнату сюрпризно, но на день рождения он спустится, у него уже там комната там с диваном, с телевизором, который будет стоять на подставке, и все подключено. Но это пока же только план, у нас осталось до этого, буквально у него в это воскресенье день рождения, времени немного, и мы сейчас смотрим телевизор, выискиваем. Но мы не хотим большой такой, небольшой телевизор, примерно там до 42 инч. То есть не до 42, 40-42 инча, смотря, какие будут дальше. Так, ну и то из-за раз, последний журнал на сегодня, и ваше мучение заканчивается. Ну, на самом деле я действительно рассчитываю на то, что вам интересны все вот эти вот цены, которые я показываю, может быть, немножко как-то оно криво стоит. Значит, давайте посмотрим, что у нас есть в то из-за раз. Ну, мы быстро пробежим. Смотрите, в основном в то из-за раз цены, вы знаете, дороже. То есть можно пойти те же самые вещи и купить в Волмарте, они будут дешевле. Конечно, очень многих брендов в Волмарте нет таких, которые есть в то из-за раз. Но это уже дело вкуса и дело личных желаний. Никто не говорит, что в то из-за раз есть все, что вам нужно. Например, если вы для Бэйби делаете корзину покупок полностью, это, конечно, очень дорого. Но здесь есть все. То есть вы можете здесь найти под одной крышей все, что вам нужно. Там от сосочки начиная, заканчивая, там, я не знаю, забором вот этим, который на ступеньки ставить. То есть вы можете примерно уже наблюдать цены. Я думаю, что их видно отсюда. Вот стульчик есть для кормежки за 200 долларов. Люльчик такой за 340. В общем, очень много всякого интересного. Но я никогда не была фанатом ни в Израиле, ни здесь покупки в той за раз. Единственное, что мы в той за раз берем, это если у деток каких-то день рождения, например, из класса, которых я вообще не знаю. Я иду в той за раз, беру им гифт-карт на 25 долларов, и они сами потом приходят там и покупают там все, что они хотят. Лего, не лего и все такое. Там игры какие-то. Дальше здесь все идет, все, что связано с бэйби, с бэйби раз. То есть здесь есть и кроватки. Сейчас у них по скидке все по 70 процентов, по 25 процентов. Извините, не процентов, а сейв 70 долларов, 50 долларов. 25 процентов на что-то есть. Дальше все можно купить. И видеокамеры, которые наблюдения за детьми. И вот этот радионяня, как она называется, и молокоотсосы всех видов, и, естественно, одежда, и пеленочки, и вешалочки, и абсолютно все. Цены дорогие. Вот они по этому пишут, что 20 процентов скидки там на набор каких-то пеленочек. А так было 80 долларов, а сейчас 60 долларов. То есть вы понимаете, вообще цены сумасшедшие. А вот тоже все для гигиены детской. Тут и шампуни, и мыла. Сейчас они предлагают за 15 процентов скидки. Джонсонс и Джонсонс. Потом у них есть Инфамиль Паудер. Вот это вот подкормка. Значит, 15 процентов скидки. Памперсы за 40 процентов скидки. Олгаггиз. Ну, это неплохо, в принципе. Наборчик такой вот косметический здесь. Я, Габи, такой покупала. 40 процентов скидки. Я, правда, в Америке брала, и он мне весь целый набор стоил, что в районе 10 долларов. А здесь 30 долларов сейчас он стоит. Короче, сумасшедшие цены, что я вам скажу, ребята. Ужас, ужас. Очень дорого здесь все. И дальше пошли уже игрушки. Бэби закончились и пошли игрушки. Всякие куколочки, фейл, феи, пони. Все вот эти мультяшные герои. Собачка вот эта электронная, которая гавкает. Вместо 70 долларов сейчас за 35. Вот это говорят, она классная. For real go, go, my walking pop. Для 4+. Говорят, что она прикольная. Эта собака, она как настоящая. Она ходит, гавкает, там не знаю, что еще делает. А вот такой набор. Кроватка, стульчик и для игрушек, для девочки. Тоже сейчас пол, 50, пол цены. За пол цены можно взять. Сейчас вот за 37 долларов вот этот органайзер. За toddler bed вместо 100 долларов за 50. И chair вот этот вот, сидушка. Сейчас за 40 долларов вместо 80. Ну и вот здесь всякие, вот эти вот столы. Душка одно время просил. Хоккейные, футбольные столы. Сейчас за 70 долларов каждый. Это нормальная цена, в принципе. С учетом того, что здесь зимы у нас длинные, холодные. Дети сидят дома. Такую бандуру у себя ставить. И детки приходят, играют. Это интересно. Это может быть интересно. И здесь уже лего. Куда же без лего. Целая страничка лего здесь уделяется. И всяким другим игрушечкам. И здесь еще даже в конце они всунули бэбиков. Наверное, то, что по большой распродаже какой-то у них идет. Тоже тут наборы коляски. Греку, вот эти коляска с вот этим вот Carchair. Вместе набор. Тоже дорогие. Чико за 429 долларов. Сейчас они дают 100 долларов скидка. Что это? А, это After Event уже 429. Перед Эвентом 529 долларов. Кошмар. То есть 530, 529, 999. За 530 долларов Чико. Вместо этого сейчас за 430. Пекперего. Моя любимая компания. У меня первый и второй ребенок в ней. Значит, обычная цена была 750. Сейчас за 650. Ужасно. Такие вот цены. И все здесь еще для бэбиков. Игрушечки разные. Вот это университ. То, что детки в ней лежат, играются. Да, Габушечка, привет. Хочешь журнальчик посмотреть? Ну, в общем, это одним словом был твой зараз, ребята. Дорого. Не рекомендую там покупать. Только в виде подарков. Да. Но не рекомендую там покупок.